Так, сейчас у нас 5 часов утра, уже немножечко светает, но рассвет вроде бы будет через часик, насколько я понимаю И сегодня мы идем в морскую... Да, идем, не плывем, а идем Сегодня мы идем на морскую рыбалку, Атлантический океан И, насколько я понял, нам обещает голубого марлина А говорят, что его сегодня можно поймать Так что мы затарились шоколадками, водой И начинаем свой путь на рыбалку Соответственно, мы посмотрим, получится ли Потому что обычно все гиды обещают тебе и акул, и голубого марлина, и так далее Но мы как бы немножко по интернету полазили Голубые марлины здесь действительно ловятся, это правда И мы предварительно приезжали два раза на пирс, смотрели, с чем люди возвращаются Нам понравились уловы, но теперь посмотрим, получится ли у нас так Рыбалка, она всегда как бы вещь непредсказуемая Поэтому ожидания у нас довольно высокие Какие будут реальности, сейчас увидим Поехали! Значит, смотрите, это Ресейра Вообще-то это, ну, прям точно центр города Мы идем по центру города Выглядит так, как будто бы это, ну, деревушечка такая И петухи кукарекуют, ну, поскольку сейчас утро Шесть утра, здесь реально в центре города кукарекают петухи Очень прикольно Надеюсь, на камеру это слышно Офигенная штука То есть, они, как правило, все встают часов в 9-10 Жаркий климат, не знаю, почему они не встают с утра Но в центре города иметь курочек Который кукарекуют А это вообще антуражненько То есть, сначала перед рыбалкой Она выглядит захватывающе однозначно Там расположен наш баркас Так, ну что, уже светает И, разумеется, когда мы приходили бронировать Нам показывали пальцем неразборчиво Вот на те яхты, которые за спиной А поплывем мы в реале вот на этой лодке Ну, приключения, они и есть на то приключения Первая фишка, такая лодка Я немножко не понимаю, чем она от той крутой отличается Может быть, те прогулочные, это действительно для запаха рыбы Ну, короче, вот такая штуковина Без названия, но с якоря Так, смотрите, из хорошего За моей спиной мужички Вон рыбу сортируют Но, по крайней мере, нам показывают, что рыба есть Они примерно куб рыбы вытащили Ну, ловили с сеточкой Вон ее сейчас перебирают И она поступит в ваши магазины А мы же, любители истинных деликатасов Всегда делаем все своими руками Да? Вот такой у нас экипаж Димасик Славончик Юрец Видишь, он Юрец Значит, смотрите, из плюсов Из плюсов, то, что мужичок, который все обещал Он действительно пришел нас встречать И это, ну, редкость То есть не получилось так, что нас там прямо уж кинули На самом деле, есть один огромный плюс То, что мужички, которые нами занялись, они профессиональные рыбаки То есть у них идея следующая Они рыбу ловят, да? Ночью Кинули сетки, вытащили А день у них свободный Ничего не подхалтурить и не взять туристов на рыбалку Поэтому есть один огромный плюс То, что это реальные рыбаки Места не знают, плавать умеют и все такое Конечно же, есть вот такие шикарные ехтошки, да? Там все рассчитано по туристам Я не знаю, как там Поэтому мы приехали сюда на великах Нашли реальных рыбаков И устроили себе реальную рыбалку В конце видео скажу, сколько оно стоит И стоило оно того Сейчас нас трактором спускают В аноматический океан Все покришь Все покрепит Добро пожаловать в Казахстан! Швартанулись, сейчас нас учат как ловить, мы правильно креветочку зачистили, креветку надо почистить, вот как мужичок чистит И чищеную креветку мы цепляем за два крючка, расстояние между ними где-то в районе полуметров и грузило, грузило и две креветки От берега мы отошли не так далеко, где-то в районе, ну не знаю, километр может Даю там удочку капитану нашу Значит, смотрите, у нас уже первый трофей, мы взяли окуня, такой, граммов на 300, наверное Слишком хорошо он заглотил И вот такая у нас рыбеха первая Вот сейчас Димас взял что-то Смотрите, мы здесь буквально 30 секунд вам второго тащим Так, две заброски, два что? Дима, что? Хорошо он идет Покажи что Дай рада, зацени Ну, мелюзга, но все-таки, смотрите, меньше минуты, два заброса, две рыбешки Дорада? Ээээ, саргу А, саргу Да Да Ну ладно, снимай, если саргу Ну, что касаемо рыбалки, схватила меня морская болезнь, меня прям скрутило юрца прям нереально Он юрец рыбу ловит у нас Да Вот, но Кормлю Я скажу так, что в компании с нормальными рыбаками она зачетная рыбалка Если у вас морская болезнь не косанет, например, как нас, вот, двоих и четверых То сейчас я вам покажу сколько мы уже наловили, это час работы примерно Вот, и у нас здесь есть и морской окунь, и сибасик, и все что угодно Ну, где-то на второй час мы начали подкармливать рыбу уже своей подкормкой Поэтому репортаж такой не очень веселый получился Вон, Димасик, тоже шлифует Дима, подкормли, поправей Давай Ну, вот такая она вот у нас океанская рыбалка Всем рекомендую, да Вот Значит, отплавали мы где-то два с половиной часа Смотрите, на что стал похож мой коллега Такое ощущение, что голубой марлин его больше не интересует Хе-хе-хе-хе Ну, с остальными надо сказать то же самое Единственный рыбак это вот я, видимо Видимо так Смотрите, какая ситуация У нас вот, например, вот этот супер рыбак Он удочкой больше не пользуется А вон, вроде как, что-то еще пытается поймать И Юра тоже за удочку держится больше для антуража Развивается шикарный флаг и местные, конечно, рыбачки над нами смеются Ну, зря, зря Мы поймали примерно литров в десять Три вида рыбы И вот последнее время А, вот она пошла Вот она пошла, красавица, смотрите Салата Сейчас посмотрим, что местные поймали Ну, да, вот последние, наверное, минут тридцать ловится именно вот такая рыбешка Какая-то фиш называется Не слышит меня мужичок этот Он не говорит, кстати, ни на каком языке Просто ловит рыбу А он решил подкинуть нам рыбешки Еще одна? Две? У меня стерео А, то есть мы сейчас вытащили морского окня И как это называется, блин? Скумбрию Скумбрию и морского окня поймали Отпусти ты ее Маска до сих пор не отпускает И там надо денег на ту банку Устанет Устанет У меня еще бабу удалось Технице Устанет 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Даже если вы 100% уверены, что у вас нет морской болезни Она такая дела, что вроде ее нет-нет, она их схватит Все позеленели и начали заниматься больше предкормкой рыбы, чем ее реальной ловлей Но рыба как раз пошла, вот прям пошла Она уже была не из нее Вот, ну 10 килограмм нам более чем Куда нам больше подумали мы и решили, что на сегодня это хватит А сегодня здесь отлив И сейчас мы можем видеть сбоку здесь ребята крабов Этих омаров добывают Тоже выглядит это интересно Наверное, сейчас не поленимся подойдем Или поленимся То есть сейчас пошел отлив И если здоровье бы у нас позволило Мы бы еще часа, наверное, два порыбачили Ну, наловили бы поболее Раз И еще бы, может быть, и за крабиками сбегали Но морская болезнь, штука непредсказуемая Она нас застала врасплох И мы решили, что все На сегодня рыбалочка окончена Сколько стоила такая рыбалка? Значит, смотрите Самая стрёмная это покупка лицензии Потому что они такие довольно законопослушные Лицензия на рыбалку на год стоит 25 евро Вам ее придется оплатить А сама рыбалка стоит 35 евро с человека 35 евро в лодку сажаются От 4 до 6 человек Ну, в зависимости от количества И лодка будет такая же И что интересно, то что вы ловите с реальными рыбаками То есть это те ребята, которые и покажут, и расскажут Никакая это не экскурсия Они с утра до вечера, это их не хлеб Они занимаются рыбалкой И поэтому показать вам, как правильно рыбу ловить, не вопрос Поймали мы 4 вида рыбы Это морской окон Это... Блин Врать не буду Сейчас на кухню дойдем Начнем их готовить Может быть тогда покажу реально, что это за рыбак Ну, а еще раз скажу Это того стоило Мы не пожалеем Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok